Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 76. Им мы завершаем 10-ю кофизму. Наша сегодняшняя лекция, как и многие другие, записывается порталом экзегет.ру в Московском Срединском монастыре. 76-й Псалом является плачем верного израильтянина, который видит, что Бог оставил свой народ. Претерпевая страдания, он молится, чтобы Бог снова помог Израилю, как он помогал во времена древние. В тексте нет ссылок на какие-либо конкретные обстоятельства, на какие-то обстоятельства, которые нам говорили бы о том, что послужило исторической основой для написания этого гимна. Псалом начинается с крика о помощи, рассказа о личной потерянности и отчаянии автора. Чтобы утешить себя, псалмопевец вспоминает о чудных делах Бога в прошлом по отношению к сыновьям Иосифа и Иакова, о том, как воды раступились, когда Бог выводил Моисея и Аарона из Египта. Рассмотрим детальнее содержание псалма. Второй, четвертой стихи. Псалом начинается с крика к Богу о помощи. Причиной подобных воплей обычно были скорби или бедствия. Скорби побуждают автора псалма искать Господа. В течение ночи он протягивает руки в молитве к Богу. Он всю ночь плачет и отказывается от утешения. Такой отчаявшийся страдалец может в сердцах даже сказать «Бог не утешает меня». Размышление о Боге не дает ему ответа о причинах, происшедших скорбей. «Воспоминания только усиливают боль и опустошают». Соглядкой на это слова из первой строки «И он услышит меня» вовсе не выглядят утешительными. Он мог бы меня услышать, но до сих пор он этого почему-то не сделал. Остается надеяться, что он услышит в будущем». Пятый, десятый стихи. «Ночь не приносит облегчения. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Означает, что сон бежит прочь. Псалмопевец взволнован, он не может уснуть. Когда-то жизнь была иной, и он не плакал, а пел по ночам радостные песни». Седьмой стих. Он вспоминает не только о днях недавнего прошлого, но и то, что было год назад. В шестом стихе мы видим некую траекторию. Я сначала о днях древних размышляю, а потом о летах, то есть о годах веков минувших. Но чем больше псалмопевец вспоминает, тем меньше у него понимания причин всего происходящего. Как будто вся традиция веры, в которой он воспитывался, ставится сейчас под сомнение. «Неужели навсегда отринул Господь и не будет вовсе благоволить?» В восьмом-девятом стихах псалмопевец выражает свои терзания в шести вопросах, которые вызывают сомнение в Божьей любви к Израилю. Бог в прошлом проявлял свою любовь, а сейчас почему-то во гневе затворил щедроты свои. Разозлился ли Бог на нас? Он больше не испытывает к нам сострадания? Если Бог ранее был милостивым, то почему сейчас перестал? Бог больше не помогает, не защищает, не спасает нас, как раньше. Неужели Он навсегда нас отринул? Бог ранее был сострадателен, медленен на гнев, а теперь Его нежная материнская любовь испарилась от высокой температуры Его гнева? Почему? Маловероятно, что все это риторические вопросы. Псалмопевец действительно глубоко обескуражен всем происходящим. Его вопросы выражают его реальные сомнения в любви Бога к своему народу. В восьмом стихе Бог обозначается здесь не личным сакральным именем Яхвы, а нарицательным господин Адонай. Завет с Богом подразумевал, что Бог всегда будет со своим народом. В девятом стихе Его обещания названы словами. Его слово словно прекратило свое действие. В книге Исход можно прочитать признание общины в вере. «Господь – Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех». Но где доказательство этого исповедания веры сейчас? – может спросить псалмопевец. Один из стих имеет ключевое значение для всего псалма. Еврейское слово, переведенное как «моё горе», является словесной формой, означающей «моя пустота». Есть мнение, что этот стих указывает на что-то неправильное в самом псалмопевце. Псалмопевец словно страдает от духовной болезни, в нём царит духовная пустота. Причиной её может быть пропасть между традицией веры, в которую он воспитывался, и теми несчастьями, которые его сейчас постигли. Для него на карту поставлен вопрос роли во всём этом Бога. Возможно ли, чтобы десница Всевышнего повернулась в другую сторону? Изменилась. Он пытается вспомнить и пережить в душе события прошлого. Слово «вспомни» перекликается с 73-м псалмом. «Вспомни сон твой, который ты стяжал из древле, искупил в жезл достояния твоего, эту гору Сион, на которой ты вселился». Содержание воспоминаний является чудеса 12-13 стихи. «Великие дела Господа и чудеса Его» — это два намёка о былом исходе из Египта. Только после перехода по дну морскому Моисей воспел благодарственную песню. И в частности, в этой благодарственной песне мы встречаем такие слова. «Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величественен святостью? Досточтим хвалами творец чудес». Путь Божий назван в 14-м стихе «святым». «Святой» означает «отделённый от всего остального», «отделённый от греха». Он больше, чем боги, которым поклоняются языческие народы. Он отделён от этих богов. Он выше всего человеческого. Он отделён от человеков. Чудеса Божьи по спасению народа израильского были известны другим народам. Египтянам, племенам ханаанским. Он явил могущество своё среди народов. Заставил народы признавать своё могущество. Используя свою силу, он избавил от плена потомков Иакова и Иосифа. Из всех текстов Ветхого Завета только здесь, в 16-м стихе, народ израильский называется сыновьями Иакова и Иосифа. Возможно, что конкретное упоминание об Иосифе подчёркивает внимание к Северному царству Израиля. Два израильских колена, которые произошли от сыновей Иосифа, Ефрем и Моносия, проживали на территории Северного царства. Псалом заканчивается гимном, который стилистически отличается от остальной части псалма. Каждая строка на древнееврейском языке соответствует каждому стиху с 17 по 21 на русском языке. Каждая строчка содержит три части вместо привычных двух частей. Этот гимн словно отражает древний ханаанский поэтический стиль. Возможно, здесь используются мотивы древней ближневосточной мифологии, которая описывает конфликт между богом порядка и силами хаоса, представленными здесь морем и водой. Образ конфликта между повелителем грома и природными стихиями приводит читателей псалма к событиям исхода, когда никакое море или бездна не смогли помешать избавлению богом своего народа. В 16 стихе употребляется слово «бездна», которое напоминает историю о творении мира. Подземные воды, глубины моря, бездонный океан. Когда воды увидели Бога, они испугались, буквально скорчились, их объял трепет. В 18-19 стихах Господь изображен как повелитель бури, которого сопровождают дождь, гром и молнии. Божьи стрелы – это молнии. За словами «глаз грома твоего в круге небесном» стоит образ колеса. Если мы усматриваем в этом колесо военной колесницы, тогда речь идет о громе, как о шуме, производимом колесами военной колесницы Бога. В то же время современные толкователи предпочитают интерпретировать колесо как колесо вентилятора. В таком случае речь идет о вихре, смерче, воздушном циклоне, который поднимается от земли до неба. Исход для Израиля был просто мимолетным событием. Исход для Израиля был не просто мимолетным событием, но событием космического масштаба, о котором последующие поколения постоянно вспоминали. Так, вспоминая об исходе, пророк Исаия соединяет упоминание о великой бездне, бывшей притворении мира, с дорогой посреди моря, по которой прошли спасенные из плена. Цитирую. «Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море воды великой бездны? Превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные?» В своем произведении автор Псалма соединяет аллюзии на творение мира и на историю исхода из Египта. Однако ему недостаточно показать, что Бог использовал свою силу для того, чтобы управлять силами природы. Псалом заканчивается с изображением Бога, как заботливого пастыря, который ведет свой народ ко спасению рукою Моисея и Араона. 21 стих. Здесь мы очередной раз видим указание, что Бог проявляет свою заботу о народе через избранных людей, точнее, через людей, откликнувшихся на его призыв. Последнее отчетливо видно в призвании пророка Исаии, который пишет о себе так. «Я услышал голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас, и я сказал, вот я, пошли меня». Анализируя содержание Псалма, читатель может задаться вопросом, какова связь между плачем во втором-десятом стихах и воспоминанием о древних чудесах и прославлением Бога-громовержца в одиннадцатом-двадцатом стихах. Является ли вторая Псалма ответом на вопросы отчаявшегося в вере человека, которые доминируют в первой половине Псалма? Сменяется ли ощущение скорби на празднование славы Божьей? Находит ли душевная боль Псалмопевца утешение, когда вспоминает он о Боге как заботливом пастыре? Вполне возможно. Движение мысли автора от плача к прославлению характерно для многих псалмов. Но все же здесь остается некоторая недосказанность. Приходя в храм, Псалмопевец слышит древние гимны о славе Божьей. Но его собственный опыт говорит о противоположном. Остается ждать и верить, что гнев Божий сменится на милость. Так об этом молились древние пророки. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его, во гневе вспомни о милости». Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok